а доброе всем время суток сейчас мы находимся вперед после девятого ава который называется шевада нехэм то это семь недель 7 авторот отрывков пророков которые читают после недельной главы которых утешают недель еврейский народ и конечно вот этот шаббат который связан его надо называть шаббат на хаму который связан с со второй на хаму на хаму утешайте утешайте еврейский народ является первой в этой череде и я вот я всегда хочу обращать внимание на то что слово ли на хэм связано с со словом хам или хом тепло и как многие замечают почему вдруг мы должны утешать еврейский народ как бы ну что изменилось за неделю храм не отстроен проблемы которые были остались еще неделю назад мы читали наш ровенбарум говорил о том что неделю назад мы читали автору в котором мы говорили как все плохо как еврейский народ славнивали с ослом который не знает что даже осел знает своего хозяина или бык а мы не знаем а сейчас что прошла неделя мы 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 себя утешаем что изменилось так вот может быть если мы увеличиваем теплоту мы относимся другу с большей теплотой тогда выходят как всегда есть так сказать когда стакан наполовину наполнен водой можно концентрироваться на пустой части стакана или на полный так вот выходит на первый план полная часть стакана это продвигает нас как бы в этой модели к наполнению всего стакана это первый момент второй момент это недельная глава вейт ханан не столько содержится идей и тем что можно так сказать курс читать поэтому я сконцентрируюсь только на некоторых идеях которые по моему скромному мнению нам важны особенно сейчас во первых а это ханан вейт ханан мудрецы говорят что это гематрия 515 и малыша молился всего а всевышнего 515 раз чтобы войти в землю израиля но всевышний сказал ему нет и сказал что если бы ты еще раз пятьсот шестнадцатый раз помолился то мне не было как бы в кавычках как бы нельзя говорить против как будто у всевышнего не было бы выбора и маша вошел выбораться строить что очень непонятно как с рукой вообще молитва почему нужно повторять какую-то просьбу ради всего еще не знает что нам нужно не знает что мы думаем почему 515 раз недостаточно а пятьсот шестнадцать пятьсот шестнадцать раз достаточно как это может быть а болит у рим говорит что даже всего что он сказал прекрати раблых а потому что как бы с одной стороны это выглядит как бы некая жестокость в глазах людей почему сегодня нужно столько раз просить а с другой стороны раблых а много тебе предназначено в будущем мире есть много других объяснений но очень много можно сказать про молитву почему это возвратный глагол легит поле ли это направлено на нас пола ли это судить до что как бы когда мы настраиваемся на то что хочет всевышний и показываем что от всевышнего идут все наши все все что все что к нам приходит идет от всевышнего и мы показываем что мы надеемся только на все выше и мы себя поднимаем это связано словом пола ли это одно из объяснений и есть много еще объяснений да и равнахман граби нахман говорит что не нужно например сказать и таких очень глубоких объяснений нужно молиться как маленький ребенок плачет и просит помощи у родителей у отца и молитва похожа на электричество кто-то сказал раб акс мы вам сказать что электричество всем пользуются вот мы сейчас с вами пользуемся электричеством но никто не понимает как она работает вы можно описать но нельзя понять как можно вы нельзя быть почему да можно сказать что вот это такая модель сякая модель никто не может до конца понять как работает электричество также и молитва даварши умеет беру моша люлам в самых высших мирах находится понятие молитва иногда мы этим пренебрегаем говорят мудрецы никогда не нужно отчаяться всегда нужно продолжать как как муж шефсик и рамбом об этом вы всегда нужно продолжать молиться да даже если что-то не осуществляется молитва всегда есть ценность это первая идея параша наша недельная глава содержит большой список очень важных тем и законов и это речь есть так можно сказать который сказал муж арабейна в последние дни своей жизни эта книга дворим второзакония по-русски дитеронами по-английски да вопрос в каждой когда кто-то говорит речь есть некая тема да то есть есть детали речи например может дача говорить может там он говорит о политике и об экономике до психологии там законах но какая тема это детали а какая тема так сказать речи почему он говорит эту речь вот наша недельная глава дает некий как двигают inside дает некий некое представление о том почему мужа это говорит и это нам очень важно потому что конечно муж арабейна повторяет все законы перед уходом из этого мира но он как вы здесь увидите в нашей недельной главе всегда где сказано слова ки потому что или есть у ки еще другие значения но но для данном есть много значений но данном контексте потому что или лимиан для того что то здесь тара приоткрывает очень необычно приоткрывает как или для чего нужно соблюдать законы туры конечно все законы туры нужно соблюдать потому что все вещи повелел это делать но обычно не сказано почему есть очень есть несколько исключений например заповедь уважение родителей отсылание птицы с гнезда казалось бы за разные западе отдельная тема как они связаны с суки да может быть тфелин и может быть еще в нескольких моментах упоминается для чего так вот в нашей недельной главе в ее начале а именно дворим далят до 6 пасук сказано такая вещь уж мартем васи тем ки их ахмат хэму вина хэмли не амим сказано я прочитаю хорошем русском переводе храните же исполняйте и в этом мудрости разум ваш на глазах всех народов казалось бы почему какая разница как народы как другие народы к этому относятся но а если мы почитаем тору и почитаем комментаторов совершенно очевидно что наша миссия не только влиять на себя но влиять на весь мир да конечно мы прежде всего это делаем через заповеди через то как мы соблюдаем тору мы исправляем мир но а первая характеристика еврейского народа который дает всевышний бни бхури израиль это мой первенец до ира фурман говорит что первенец всегда рассматривается в контексте семьи до первенец особенно в древнем мире для нас это не очень так сказать близкое нам понятие но в древнем мире первенец первый ребенок первый мальчик в семье у него была особая особая функция он должен был передавать ценности родителей и помогать обучать других детей и во многих культурах у него были какие-то особые функции был священником или он выполнял какие-то особые у него был особый статус и то же самое всевышний говорит бни бхури израиль израиль это мой первенец это не значит что и евреи чем-то лучше других это значит у них есть функция нести определенные идеи в мир и они должны влиять на остальных на таска членов семена остальных народов и за последние 2000 лет нашей истории на на мы как бы были довольно далеки от этой идеи по обстоятельствам не зависящим от нас хотя идею связанные с тором и или и изначально еврейские идеи например идея равенства идея совести идея образования для всех она просто так сказать идея разделения властей до судебная власть которая должна быть нелицеприятна и все должны быть равны перед законом даже теоретические цари и так сказать правители равны перед законом это но новые идеи которые так сказать просочились мир идея единого бога да и другие много идей морали но принципе за последние периоды я бы так сказал изгнания у нас не было таких отношений с другими народами чтобы как-то это практически осуществлять с одной стороны с другой стороны если мы посмотрим на текст торы то мы увидим что когда всевышний прощает еврейский народ после греха золотого тельца почему он это делает он говорит что скажут египтяне какая разница что скажут египтяне но очевидно что это имеет большое значение потому что это часть нашей миссии и болят у рим как здесь дальше сказано в продолжении этого пасука сказано необычная вещь сказано так храните исполняйте мудрость вашей разум ваших здесь сказано на глазах я перевел в глазах всех народов которые услышав обо всех этих усыновлений скажут как мудр и разумен народ этот великий да на иврите киев хохмат хэму бинат хэм лейне амим ашер ишми уныт коля хуки маэли гамру рак амха хамвы на вон хагоя году лизы и прямо скажу что в идеале народы должны сказать посмотрев на еврейское общество совершающие законы торы как мудр этот великий народ и болят у рим которого я привожу довольно часто он он говорит у него есть короткие комментарии в которых есть очень глубокий смысл он говорит в хм х или дом рурак ам это часть этого предложения состоящие из четырех слов а или дом рурак ам я прочитаю только часть его гематрии он говорит шофейте вот миквы что если он берет последние буквы этих слов до х или в амру рак ам и мы читаем наоборот представлены со словом миквы почему миквы потому что лама миквы арба им сиами тагер вы им хасер куртов и но металер что миквы это странный закон миквы это ритуальный бассейн до в котором для очищения не не путать с ванной но у нее страны закон там есть арба им сиар боем неких мер объема 40 мер объема и если не хватает куртов небольшое количество из этих мер объема то миквы уже не может выполнять свою функцию теперь это называется хок да это казалось бы выше рационального понимания почему это довольно большое большое количество воды почему вот такое количество воды очищает а если немножко там вычерпнуть или добавить не ту воду миква не должна быть маем шиувим выкачанную воду да это должна быть вода дождевая или вода там например океана или я не буду входить в законы но почему если немножко не хватает почему же она не выполняет эту функцию и болят у рим говорит очень важную вещь рак ми у того лучше и нам людям там это просто закон так сказать форма выведения закона мы не знаем смысл этого и также кила ему парабы каюцебо им это мидраж танку маг говорит но почему это так важно что даже законы которые нельзя логично объяснить могут выполняться так что другие народы скажут насколько мудр а этот народ и что могу сказать я не уверен что всегда мы выполняем эти законы так что другие народы так говорят и конечно нужно себя начинать себя мы всегда когда мы говорим что нужно себя себя я не могу так сказать про себя наверное не и и вообще я не могу это сказать про что мы всегда был стремимся всегда так выполняем это это то что на чем мы должны задуматься и особенно и может быть эта причина никого не секрет я не смотрю нетфликс но я знаю что по нетфликсу идут какие-то там интервью или какие-то сериалы с людьми которые по-английски которые оставили соблюдение законов туры и конечно они пострадали от чего-то они перевеличивают наверное передергивают многие вещи я надеюсь что они делаем рекламу но так сказать общеизвестная информация и и проявляется так сказать в источнике которая является реакция на это до людей которые соблюдают тору и понятно что они реагируют на это очень остро и так сказать говорят что это неправда это перевернуто и я думаю что может быть это так но я жду кого-то кто бы сказал что а давайте посмотрим на вот человек ушел пострадал критикует может быть что-то в том что он говорит может быть в этом зерне или зерно истины может быть мы не делали так чтобы другие народы сказали киев хохохохмат хэмли и не амим давайте посмотрим может мы что-то должны изменить да а может быть нет я не знаю но посмотреть всегда нужно а это первый момент да и конечно я у меня я помню что когда-то очень давно еще в 90-е годы я был студентом медиком в израиле и и конечно это маргинальное явление но были какие-то очень так сказать и тогда уже были каким-то причинам какие-то демонстрации или какие-то столкновения и были столкновения и в арабском секторе и были столкновения и в ульту религиозном секторе да и поступали так сказать какими-то медицинскими проблемами связанными люди и оттуда и оттуда и это не были народу это был врач который был из очень религиозной среды скажем так я бы сказал даже анти религиозно он посмотрел на них обоих и подошел ко мне и так с грустью сказал ешевдель есть разница вот эти так сказать так себя ведут эти так себя ведут и мне было очень неприятно я ничего не мог ему сказать я не думал что он вот что-то послушал я думаю что он не прав я думаю что ешевдель что есть разница но и большая разница но опять же идея не в том что происходит в действительности а как люди это воспринимают бы иные в их глазах и об этом нужно думать это первый момент второй момент это конечно чтение шма и я тоже хочу я не буду читать так у нас не очень много времени хочу сказать чтобы аля турим упоминает то что в нашей недельной главе атора говорит что мы исполняли заповеди и потом сказано киявдиль сказано что маша рабе но отделил города убежища казалось бы какая связь между соблюдением заповедей и городами убежищами до города убежища это тоже называется по англии сянчуре сидис это по закону тора есть чак не дай бог нечаянно непреднамеренно без злового умысла убил другого человека он мог туда убежать и спастись и как раз бы какая связь так вот если мы посмотрим на чтение шма то мы увидим очень сильную параллель связь почему потому что было 6 городов убежища которые были как бы я бы сказал так федеральных городов убежища которые были открыты для всех бесплатно три с одной стороны иордана и 3 с другой и также в первом предложении шма есть шесть слов и а барокшем квадмалхутов фразу которую мы читаем после шма тоже есть шесть слов и а если вы подумайте концептуально что такое чтение шма чтение шма криад шма отличается от молитвы это чтение шма это отдельная заповедь что это такое это и как бы часть сидура часть молитвы и это изучение туры и шма читают переходом ко сну и шма читают во время опасности и шма читают в расширенной форме к душа когда повторяют молитву и когда вынимают тору и во многих во многих счет других что такое шма и я бы сказал что шма это духовный город убежище для нас потому что когда мы как я говорил до этого в нашей жизни в нашей модели идем вот от стоянки в стоянки в пустыне жизни если так можно сказать мы обязательно в чем-то промахиваемся и уж точно убиваем время нечаянно и мирож известный очень раввин который относится к периоду поздних решений говорил что когда мы говорим прости нас молитве то мы всегда должны иметь ввиду просить прощение за время которое мы убили на ненужные вещи бессмысленные которые могли бы использовать на изучение туры добрые дела так вот мы всегда что-то такое делаем и нам нужен духовный город убежище и поэтому шма это для нас город убежище если вы думаете что это такая очень так сказать напыщенная как говорят дроша немножко натянутая конструкция то во первых об этом говорят очень много источников и ночью но очень к много комментаторов к молитве на прервов шва очень-очень источники в хазали об этом говорят и если вы посмотрите на первый отрывок шма то вы увидите что там 42 слова и 42 относятся к городам левитов было 42 города левитов и они тоже были городами убежища и разница была в том что первые шесть были бесплатные также как например шма и сраиль каждый может это сказать это требует так сказать мотивации я бы сказал но это не требует больших физических или материальных усилий а вот то что сказано в первом параграфе то что сказано в авто бы холи вавха выхоль навших а выхоль миодеха всем сердцем и кстати прогресс он очень просто объясняет что такое всем сердце как можно любить всевышнего лава хаба я царатов бы я царара добрым началом и злым началом как можно убить всевышнего злым началом когда вам что-то хочется сделать но узнать что нужно что-то сделать нужно учиться нужно молиться уже кому-то помочь и вам тяжело это вам не хочется вы устали вам вы не в настроении и вы вы это делаете вы так сказать а пересиливаете то вы тащите так сказать это злое начало и работа и слушайте всевышнему вместе со злым началом это самое простое объяснение есть более глубишь высший уровень что вы переводите так сказать используете злое начало в служении всевышнего но это не просто это же самое миодеха простое объяснение вашим имуществом или вы принимаете бы холь мида у мида все что с вами происходит требует больших усилий также выше нантам либо нах обучение детей очень сложные вещи очень дорогостоящие особенно в америке но в любом месте и к шатам лео талия дэхо валюта тофот бейнехо тфилин да это это тоже связано с расходами то что символизирует тфилин направлять свое сердце и свои действия на служение всевышнему и мезузот бейтехо что у вас был дом и там были мезузы все требует расходов это вторая часть шва но что еще более важно откуда мы учим что его нужно читать два раза в день вы дебарта бам дебарта бам так вот простое объяснение говори и эти слова эти слова это шма и говорят два раза в день у опять же есть разные мнения но по большинству мнению 1 параграф шма является выполнением заповеди два раза в день мы читаем три параграфа но дебарта бам есть еще мнение в талмуде дебарта бам говори эти слова эти слова эти слова туры все слова туры и поэтому болят у рим это все было предисловие говорит диврей турок ул тот тура уметь вот кул тот он говорит что как а ирми клад что он говорит что и заповеди и слова туры они как тоже как вот эти города убежища и поэтому если человек чувствует что ему нужно убежище у него всегда есть шма у него есть всегда заповеди есть слова туры по крайней мере до тех пор пока галут изгнания не закончится очень интересно что в шма первые последние буквы шма это айн и последняя буква эхад это далит они большие и обычно приводится то что это образует слова это свидетель и мы являются свидетелями всевышнего потому что мы принимаем власть всевышнего но рабей нюбах я и болят у рим кстати тоже болят у рим говорит что и всевышний и мы свидетели и всевышний свидетель а рабей нюбах я разнесняет и говорит вы царих от аладат киньяна и худу никра а вудаши болев киньян шикату вляв доба холева вхем у него есть свое объяснение написано служи всевышним всем сердцем это всем сердцем принятия власти всевышнего луфи ше хамидабер едабер двора памши и ткавэн баэму памши лой и ткавэн баэм великах искир шма и и что иногда человек говорит вещи но не ломит кавэн не мит кавэн не 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 на все время эти он не иметь намерение но у него так сказать сердце певы лев у него сердце то что он говорит не всегда полностью синхронизированы а иногда полностью он говорит шинка ванатами яхать глуям и фурсами и в пиву либо шабим мы не знаем что у человека в сердце да мы слышим что он говорит мы знаем что у него в сердце о о о яскирил бобе спотавали борах окмемену да что он говорит одно а его сердце совершенно в другом месте вы ившар ли адам ля аидаль хавиро бедавар зэ и другой человек не может видеть мысли есть так сказать сердце другого своего товарища и поэтому он говорит лохэн тимца айн шель шма раба тивы кэн далят шелихад и поэтому увеличенная айн шель шма и далят эхад ломар хаки ашэм и дбарах бедавар в гу юдэ в эдбазе но он говорит потрясающую вещь кто свидетель всевышний не волнуйтесь всевышний свидетель того что у вас в сердце и поэтому в этом есть огромное положительное положительное зерно потому что например вы намерились что-то сделать хорошее да у вас в сердце хорошие намерения но это почему-то не получилось не получилось так как вы хотели в реальном мире всевышний свидетель того что у вас в сердце и наоборот если человек занимается показухой и в сердце у него не не соответствует сердце его не соответствует тому что он делает всевышний тоже свидетель да и это это очень важная идея которая относится ко всем заповедям помните об этом когда когда вы говорите шма а раша опять же говорит такую базисную вещь я просто хочу упомянуть что если мы первый раз мы так привыкли шма если мы читали его первый раз мы ввели некий логический парадокс обычно если раши что-то упоминает есть какой-то парадокс чем парадокс написано всевышний единых а но написано элокейну наш наш всевышний значит если это наша чашка если это наша чашка значит есть не наша чашка далее с больше одной чашки даже значит наша и раша говорит что шеланова лошадь авдейках ловим что сейчас только мы только еврейский народ знает о всевышнем но я укорачиваю но в будущем бою могу я шим их а душ махат будущем всевышний будет единое имя его едино это значит что все признают существование всевышнего в этом тоже нужно помнить и есть еще кого но такие базисные кого но при чтении шма что всевышний един альбару хота араец адона коль а я у вв и элокейну бали кухот кулам он является может так перевести владыкой всего я не знаю подходящего адона коль а в прошлом настоящем и будущем и он контролирует все силы в мире и т.д. и такие базисные вещи просто когда вы читаете шма очень интересно еще что в нашей недельной главе упомянуты еще две вещи и так как времени мало я помню очень коротко во первых нам сказано чтобы мы не гливили всевышнего как мы гливили всевышнего бы масса место которое называлось масса когда у них не было воды и они сказали если всевышний в нашей среде и тогда пришел нам олег помните самое плохое что мы можем сделать это усомниться усомниться в нашей связи со всевышним потому что это как овца который убегает от пастуха а мы всегда должны верить что и знать что всевышний в нашей среде и еще одна идея которая казалось бы очень странная что тора нам говорит что не забывайте что всевышний вывел ас из египта с любовью дава да и это очень странно вещь почему кто как можно подумать что всевышний как был кучу очень были другие намерения но а прямо упоминается до этого что когда евреи жалуются него и бассина со всевышний вывел нас с отчуждением с ненавистью и это очень тяжелый момент очень тяжелое утверждение почему потому что это разрушает вся связь со всевышним как человек может такое сказать когда евреи сталкиваясь со сложностями у них вылезала так сказать культура и воспитание которое они получили в египте когда идолы которым поклоняюсь египтяне это общая так сказать концепция они не отличались большой любовью к людям да то есть идолам служили из страха да как например если человек дает платит там какую-то как все на иврите сейчас говорят это про protection используя английское слово как-то сказать рэкет он платит какой-то как сейчас говорят в россии крыши или какой-то такой вот такой организации то он был бы странно думать что эта организация его любит и делает и защищает его из любви к нему так вот это ментальность к сожалению просачивается во многие аспекты нашего материального мира и мы можем это говорить многим людям это сложно чувствовать это очень важно чувствовать что всевышний нас любит когда как написано правоках ах аптит я я люблю вас говорит всевышний это очень важно и поэтому сказано после шма первая заповедь в авто да и есть известная гмарапам в трактате юма который говорит что значит возлюбить всевышнего как это практически как человеку можно сказать в из любви как можно дать такое указание и на говорящие шим шамай метаги аль едеха старайся делать такие вещи чтобы люди дословно любили имя всевышнего чтобы когда ты делаешь людям что-то хорошее относится им хорошо поцарай всем помогать то люди начинают более позитивно относиться всевышнему так как они связывают тебя с ним и когда мы всем как если мы это будем делать тогда будет больше тепла как я сказал и тогда мы будем соблюдать законы торы в такой форме чтобы они были мудростью и пони и так сказать в глазах других народов и они сказали насколько мудр этот народ спасибо